Туристы, отправляясь на отдых, обычно рассматривают погодные условия курорта в месяц отдыха. Погода в Сочи в августе отличается засушливостью и высокой температурой воздуха, особенно в первой половине месяца. Как говорит прогноз гидрометцентра, этот месяц такой же жаркий, как и июль, но более теплый, чем сентябрь. Это хорошее время, чтобы посетить курорт вместе с маленькими детьми. Кроме того, температура воздуха будет комфортной для тех людей, которые не переносят жару. Самый жаркий месяц на курорте – это июль, поэтому немногие путешественники отправляются на отдых в это время, зато август отличается более мягкими погодными условиями. Если брать общую статистику за последние несколько лет, то средние показатели воздуха в этот период составляют плюс 25 градусов Цельсия, но ближе к полудню столбик термометра может показать около плюс 32 градуса Цельсия. Ночью воздух охлаждается до плюс 18-20 градусов Цельсия. Но даже такое снижение температуры не облегчает жизнь в этом регионе, так как влажность воздуха значительно повышается, она может составлять около 80%. Обратите внимание, при планировании отпуска на август, следует выбрать номер с кондиционером. По статистике, температура в Сочи в августе не так высока, как в июле, но переносить ее становится тяжелее, так как дожди проходят чаще. Как показывают данные метеорологов, за месяц насчитывается в среднем около 5-7 дней осадков, но дожди обильные и проливные, что повышает влажность воздуха и усиливает духоту. В это время климат становится похожим на субтропический. Часто встречаются туманы в утреннее время, поэтому экскурсии лучше планировать днем, особенно если это выезд на Красную Поляну. Погода в Сочи в августе подходит не всем туристам, так как обычно здесь достаточно жарко и душно, поэтому отдыхающим с детьми стоит посетить курорт в конце месяца или в начале сентября. В первые дни осадков вообще не бывает, а уже во второй половине августа наблюдаются редкие ливни, которые только усиливают духоту и влажность. Стоит учесть, что погода может измениться, поэтому следует узнавать прогноз погоды заранее. Погода в Испании в августе начиная с первого числа, погода будет летней и достаточно жаркой, как говорит гидрометцентр, воздух прогреется до плюс 28 градусов Цельсия, такой температурный режим продержится до 6 числа включительно. Это отличное время для отдыха на пляже и купания в море. С 7 числа в Сочи предполагается сильный ливень, который поможет значительно охладить воздух. После этого температура воздуха в дневное время составит около плюс 18 градусов Цельсия, а в ночное время столбик термометра остановится на отметке плюс 14 градусов Цельсия. Уже 11 августа в Сочи вернется полноценное лето, небо станет ясным, а солнце снова будет пригревать. Температура постепенно будет подниматься, и через несколько дней на градуснике будет плюс 31 градус Цельсия, такие показатели будут уже 19 августа. Но после этого числа, воздух начнет постепенно остывать. Прохлада будет радовать отдыхающих и местных жителей с 21 по 28 число месяца, в этот период показатели находятся на отметке плюс 17 градусов. В дополнение, на протяжении этого периода будут возникать небольшие дожди. Туристы смогут насладиться теплым днем 29 августа, а также на улице будет тепло и 30 числа. Уже 31 числа погодные условия снова испортятся, начнется дождь и ветер, что принесет на курорт прохладу. Дождливые дни и количество осадков. Точный прогноз говорит о том, что август не только отличается высокими температурами, но и более частыми дождями. Кроме того, в это время уровень влажности находится на высокой отметке, поэтому многие отдыхающие сложно переносят отдых в Сочи в такой период. Здесь климатические условия очень похожи на субтропические, поэтому в жаркое время лучше не приходить на пляж, особенно с маленькими детьми. При прогулках же следует надевать головной убор. И хотя климат отличается высокой температурой, это не значит, что дождей здесь не бывает совсем. За весь период обычно выпадает около 112 миллиметров осадков. Несмотря на то, что месяц считается самым жарким и солнечным в году, отдыхающие должны учитывать, что возможность осадков высока, при этом дожди длительные и проливные. Стоит взять с собой зонт и подходящую одежду. Пасмурные дни. Обратите внимание, если же говорить о пасмурных днях, то их также мало, как и дождей в этот месяц. В среднем в августе наблюдается около пяти пасмурных дней. Порывы ветра же достигают до двух метров в секунду. В сентябре погода ухудшится и количество осадков заметно увеличится. Как говорят отзывы туристов, в августе можно отдыхать в Сочи вместе с детьми. А также это хорошее время для тех, кто не переносит жаркую погоду. Море в этот период достаточно теплое для купания. Скорость ветра. В 2018 году самая большая скорость ветра, зафиксированная на курорте, составила всего 7 метров в секунду. А самые спокойные дни отличались скоростью ветра 1 метр в секунду. Средний показатель в итоге получился 4 метра в секунду. Температура воды. Температура воды Сочи-Август составляет от плюс 26 градусов Цельсия до плюс 28 градусов Цельсия. Такие показатели считаются достаточно комфортными, чтобы в море могли купаться маленькие дети. Погода на Крите в августе отдых в августе примечателен тем, что погода здесь нестабильна. В ясные дни температура воздуха может достигать плюс 35 градусов Цельсия, а в дождливые она падает до плюс 17 градусов Цельсия в дневное время. Ночью термометр показывает около плюс 14 градусов Цельсия. В связи с таким колебанием рекомендуется взять с собой головной убор и защитный крем от солнца. Также следует захватить с собой зонтик и одежду, которую можно одеть в прохладный и дождливый день. Стоит позаботиться и об обуви, так как в дождь пройти по улицам города в босоножках или шлепанцах будет проблематично. В прохладные дни, когда посетить пляж нет возможности, стоит сходить в один из аквапарков или бассейнов Сочи. Если учесть все нюансы погоды, то август может стать прекрасным месяцем для отпуска. Море в этот период достаточно теплое, поэтому в нем можно купаться, а погода подходит для отдыха на пляже. Туристы также смогут отправиться на экскурсии, так как погода не слишком жаркая для поездок.